Микс Ньюс Мы сегодня хотели затронуть действительно такую очень важную тему, все-таки мероприятия, которые связаны с ограничением передвижения людей, передвижением выхода их из дома, коммуникациям, собраниям и так далее, и так далее. Вот насколько эти меры, которые ограничивают наши права и свободы, не являются ли они угрозой правовому обществу? Причем этими вопросами интересно, что задаются не только российские правозащитники, но сейчас все громче звучат голоса и в Германии. Я тут читал, что бывший председатель Федерального конституционного суда ФРГ, Ханс-Юрген Папер, вот высказал опасения, а в интервью «Зюдойче Цайтунг» он даже заявил, что видит опасность эрозии правового государства. Вот так. Ну, надо сказать, что не только в Германии, практически везде появляются такие, довольно-таки бывают иногда армейские высказывания о том, что вот этот самый коронавирус, эта эпидемия, пандемия, она стала своего рода таким поводом для властей всего мира, так скажем, урезать свободы частной жизни, урезать свободы индивидуума и, в принципе, все подчинить единой государственной машине. Мало того, люди, которые, в принципе, никак их нельзя назвать экстремистами, но тем не менее они считают, что, оказавшись вот сейчас, сейчас сложилась ситуация, когда действительно люди в страхе готовы проголосовать, поддержать любые ограничительные меры. И после того, как эта пандемия все-таки схлынет, мы окажемся в обществе, которое будет крайне регламентировано, очень жесткими ограничениями и с тотальным контролем над лицом. Но разве не обещают, что все эти ограничительные меры будут сняты, как только пойдет на убыль вся эта ситуация с коронавирусом и все вернется на свои места? То есть это все временные меры, все время подчеркивают вроде бы власти? Ну, во-первых, как показывает опыт, да, бывает сначала, допустим, известная история с терактами в Нью-Йорке 11 сентября. После чего были приняты акты различные, да, и были введены новые, например, системы контроля за пассажирами при полете на самолетах, повсеместно. Ну что, уже вроде бы как бы, как вот я читал в интернете, замечательная была такая фраза о том, что больше вроде бы самолеты в небоскребы не врезаются, а как, он говорит, проверяли нас очень жестко на гейтах, то вот так же и продолжают применять. Тут, правда, есть возражения о том, что, может быть, как раз самолеты больше не врезаются в небоскребы, потому что до сих пор продолжают тщательно службы проверять людей при посадке в самолеты, а сейчас уже и в поезда во многих странах. Ну вот сразу возникает вопрос, это, знаете, как говорится, что первичное, яйцо или курица, где у этого уробороса, змеи, которая сама себя за хвост кусает, где вообще что начинается? Но тем не менее, надо сказать, что, конечно, для людей, управляющих государством, при любой социальной формации, гораздо проще, когда они могут принять решение быстро, принять его, ограничить всевозможные дискуссии и таким образом, с их точки зрения, добиться максимально полезного эффекта. Вот с чем связано. Это не зависит ни от народов, ни от политических систем. И надо заметить, что ведь очень часто и действительно именно быстрые действия, они способствуют, так скажем, не говоря в широком смысле, общественному здоровью. Да, мы же как раз в прошлых программах говорили о том, что государства более авторитарные, они как будто бы даже и быстрее справляются с вот этой ситуацией эпидемической, чем государства демократические, где нужны долгие и долгие процедуры для того, чтобы принимать какие-то экстренные решения. Ну, получается, что, смотрите, история с COVID-19, она же показала очень интересные вещи. Например, в Китае ведь действительно достаточно долгое время, ну, кто говорит две недели, кто три недели, достаточно долгое время власти как бы не давали медикам, у которых были странные подозрения насчет появившейся пневмонии, давать информацию, так скажем, в газеты или, допустим, в местную социальную сеть даже. Вот известно, об этом публикуют, уже сейчас это как бы стало общедоступно. То есть это понятно. Это на уровне местного чиновничества, которое абсолютно не горит желанием докладывать куда-то наверх о том, что, условно говоря, в их городе, в их районе, провинции случилась какая-то болезнь. Потому что сверху спросят, а что у вас там началось, как вы это допустили? И полетят головы, и тёплые кресла выдернут из-под задницы. Ну, то есть, короче говоря, это всё совершенно понятно. Вот в этом, на этой стадии, авторитарная система, она как раз не злонамерена, но она не способна очень быстро отреагировать. Пока сигнал дойдёт до самого верху, и что-то там решится. Но после того, как она среагировала, она начинает действовать очень быстро. Демократические системы, допустим, возьмём, то это другая беда. Они могут начинать сообщать о каких-то явлениях очень быстро. Никто, как говорится, на роток платок не накинет. Как говорится, социальные сети, тем более сейчас, доступны. Если что-то такое случилось, очень быстро что-то узнаем. Проблема в другом, что в этой системе может появиться огромное количество, и появляется это, мы видим, огромное количество фейков. И в этом потоке, в этом информационном шуме может эта первая новость вовремя, так скажем, не стать объектом внимания власть придержащим. Но что самое интересное, что даже если они это узнали в числе первых, у них достаточно сложные процедуры для того, чтобы что-то предпринять. И уже потом, когда это было предпринято, ну тогда система тоже запускается. То есть по разным немножко причинам, но в принципе есть вполне объективные проблемы, которые связаны с функционированием той или иной, так скажем, общественной системы, и пока не очень кто принимает, как можно было, вы знаете, как у Гоголя, присоединить нос одного господина к лицу другого, и тогда была бы красота неописуемая. Так и тут. Как бы сделать так, чтобы с одной стороны свободы, так скажем, не ограничивать, а с другой стороны, чтобы и власти могли бы действовать быстро, решительно, и, главное, по уму. Вот эту задачу, по-моему, еще никто не решал. Но не пытались... Некоторые говорят, что Швеция. Швеция показывает, вроде бы, с одной стороны, они не вводят такие очень жесткие меры. То есть там, по-моему, даже разрешены до 50 человек какие-то собрания, сборища. И просто говорят, что шведы настолько дисциплинированные, ну такие вот ответственные люди, что они лишний раз действительно не собираются и не испытывают судьбу. То есть они сами просто для себя устанавливают эти правила, и вот эта организованность позволяет обходиться без каких-то внешних полицейских мер. Ну, да. Но надо сказать, что, например, та же самая вот, скажем, шведы, вот они выбрали в силу, я не знаю, в силу чего именно, они выбрали вот такую схему поведения, да, такая вот видно где-то на уровне руководства страны возобладала такая идея. А, например, тролив, переплывете или переедете по мосту в Данию, а в Дании жесткие меры, ограничения там, все, вот, и в Дании абсолютно не намерены пускать дело на самотек. Вот, королевство датское, оно решило, так скажем, тоже забаррикадироваться и выполнять все рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения. Вот у них рядом немцы, соседи, они, я как понимаю, на них больше ориентируются. То есть мне кажется, что тут опять-таки очень велик фактор не каких-то таких абстрактов, абсолютных знаний, а личного эмоционального отношения тех людей, которые в данном случае находятся у власти. Ведь с точки зрения, вот можно посмотреть, тоже у самого Бориса Джонсона, да, ведь был момент, да и Трамп тоже, когда они говорили, что ну ничего такого особенного нет. Но когда начало кривая резко расти вверх, они изменили свой взгляд на свое отношение. Но опять ведь нужно отметить, что Швеция, и как я вот созванивался с коллегами, но там тоже, как говорится, есть такой очень важный фактор, как, так скажем, разные города в разных, так скажем, в разных местах, в общем-то действительно люди начинают самоизолироваться без команды сверху, потому что мировой поток информационной доступности. И люди могут там вполне так думать о том, что ну мало ли, что у нас скажут в Стокгольме, а вот в принципе лучше на всякий случай вот куда-нибудь двери закрыть, на дачку уехать и сидеть, переждать. Если есть, конечно, такая возможность. Конечно, есть люди, которые могут до последнего, так скажем, эту необходимость отрицать. И стоит вспомнить Александра Сергеевича Пушкина и его первое время чумы есть упоение в бою и бездны страшные на краю. В общем, все понятно. Ну и можно вспомнить примеры, примеры прекрасные в интернете, когда многие люди отрицали вообще коронавирус и чуть ли не запускали флешмоб с облизыванием унитазов в общественных туалетах. И, ну, по иронии судьбы, вот они как раз и потом оказались в больнице с этим заболеванием. Это, в принципе, вот история как раз, ну и во многом, мне кажется, тоже срезонировала. Тут же видите еще какой интересный момент. Ну, как он не интересный? Он с научной точки зрения интересный. Для людей это беда. Дело все в том, что ведь сам-то коронавирус это, как говорится, одна сторона дела. Ведь, с другой стороны, он помогает развиться бактериальной инфекцией. И получается, что, может быть, если бы не облизывали эти оригиналы с сидушкой унитаза, то, может быть, они бы и лишних микробов бы не набрали. И, может быть, прошло бы все тогда гораздо лучше. Но мне кажется, что уместно обратить внимание еще на, не только на субъективные причины, но и на объективные. Вот господин Перевозчик, несколько дней тому назад, сказал, что сравнительно такому плавному развитию заболевания в Латвии способствует то, что у нас не такая большая плотность населения. И я обратил внимание, что эти слова как-то так раскрытируют. Была очень такая критика, что, дескать, все равно мы тут живем скучно, в городе, и причем здесь плотность населения. В общем, короче говоря, как всегда, появляются такие критические взгляды. Но я решил посмотреть цифры, потому что, знаете, иногда цифры, когда их начинаешь сравнивать, то появляются очень интересные вещи. Например, площадь Риги. 304 квадратных километра. Любой может открыть справочник. 304 квадратных километра. Официально у нас 640 тысяч в Риге. Именно в черте города. Не будем там вдаваться в детали, просто посмотрим. Это означает, что плотность населения, если так всех размазать, 2100 человек на квадратный километр. Многое это или мало. Ну так представить себе квадратный километр и 2100 человек. Вот да, как и зря. В Латвии же, если взглянуть, а ее площадь 64 589 квадратных километров. Но убрать озера, реки площадь, то же самое, Ригу убрать, население Риги убрать. То есть оставить именно всю Латвию без озер и без Риги. И тут получается, что плотность населения в 100 раз меньше, 20 человек на квадратный километр. Вот представьте себе, 20 человек и квадратный километр. Да пустыня какая. А ведь совершенно понятно, что если вы сидите на необитаемом острове, то никакой вирус до вас не дойдет. То есть известная фраза «меньше народа, больше кислорода» она тут совершенно справедлива. А теперь давайте посмотрим, взглянем на совершенно другой полис, так скажем, Ломбардия, вот этот центр в Италии, где самое большое заболевание. Самый большой город Ломбардии – это Милан. И знаете, какая площадь у Милана? Ну, интересно. 182 квадратных километра, почти в два раза меньше площади Риги. Только население там гораздо больше. И поэтому плотность жителей – 7600 человек на квадратный километр. То есть в три с лишним раза больше, ну, три раза больше, чем в Риге. Вот плотность населения в Милане. На минуточку. А если взять Ломбардию и ее, так сказать, посмотреть, то получается, что средняя плотность там – 422 человека на квадратный километр. В 20 раз больше, чем в Ломбардии. Казалось бы, в Китае должно быть еще больше. Но нет. В городе Уханье плотность населения всего 140 человек на квадратный километр. Оказывается, дело все в том, что сам Ухань – это нечто такое очень рыхлое образование. Это огромная территория площадью 8500 квадратных километров. Поэтому Ухань, по сути дела, это как вполне такое маленькое государство. Вот по европейским меркам он вполне маленькое государство. Я напомню, в Латвии 64 тысячи. Одна восьмая Латвии. Вот один город Ухань. И что любопытно, что население Ухань – 12 миллионов человек. Вроде много. Но вот когда это все начинаешь считать, выясняется, что да, там не самая высокая плотность населения. И она, эта плотность населения, меньше, чем в самой провинции Хубей вокруг этой столицы. Где плотность населения – 312 человек на квадратный километр. То есть представьте себе, в городе, в столице, плотность населения в два раза меньше, чем она за городом. Мы словно говоря. Вот это очень интересная вещь. Она, в принципе, ведь говорит, эта плотность о том, какое количество контактов есть у каждого человека. И вот чем больше контактов, тем больше вероятность, что болезнь будет развиваться и развиваться стремительно. Поэтому, например, действия, которые предпринимали китайские власти, они вполне понятны. Перекрывая Ухань, вот этот самый, они защищали, как ни странно, Ухань и провинцию в равной мере. Потому что и там, и там было очень много людей. Но в Ухане их можно было распределить, распределялись они немножко по-другому. А в Ломбардии, в Италии, в других местах, патриот, как центр, в Испании, там ситуация действительно очень сложная. Большая плотность населения, большая плотность контактов. Вот. И поэтому понятно, например, действия наших соседей в Финляндии, которые заизолировали, по сути дела, столичный регион, в котором подавляющее большинство всех случаев заболевания ковид-19. Они отделили столичный регион, где чуть ли не 85% всех заболеваний, от всей остальной страны. То есть не стали всю страну погружать это. И, кстати, сообщение о том, что стали делать в России, согласно вчерашнему заявлению Путина, это напоминает финский подход. Ведь он же, я послушал это заявление, он как раз и говорил о том, что в отдельных местах много заболевших, ну, в Москве больше всего, а есть регионы, где до сих пор нет ни одного. Поэтому в этом и день. Кстати, в Латвии же та же самая ситуация. У нас есть пик, где-то Рига, Юрмала, Елгова, насколько я по последним данным видел. Но у нас же есть, так скажем, самоуправление, где еще не было ни одного зарегистрированного человека, болевшего. То есть вот в Финске, если, допустим, это взять один к одному финскую систему, то это нужно взять и закрыть Ригу с Юрмалой. А вся остальная Латвия была бы, жила бы уже в гораздо более мягком режиме, без, так скажем, таких жестких ограничений. Логика здесь проста. О том, что нужно, чтобы у этих людей, которые сидят в столице, чтобы у них были хотя бы продукты питания. Сейчас продукты питания становятся важнее нефти. А для того, чтобы эти продукты питания были, извините меня, кто-то должен в полях работать. То есть возникает уже такая вещь. Здоровых людей, которые остались сейчас без работы, можно отправить работать, условно говоря, в полях. Конечно, можно смеяться и сказать, что будет делать офисный работник, условно говоря, в сельском хозяйстве. Ну, я-то помню, как мы ездили на картошку. Студентами, то есть и с предприятий отправлялись, и с научно-исследовательских институтов отправляли на картошку в советское время. Тут опыт пригодился. Олег, совершенно верно. То есть, понимаете, эти люди, например, могут сидеть и фасовать картошку в полиэтиленовые пакеты, как и все остальные продукты, которые теперь нельзя продавать неупакованными. Кто-то же это должен делать. Вот этих людей их нужно проверить. Сиделись и можно посылать сельское хозяйство. Но для этого вся остальная сельская Латвия должна иметь возможность более активно функционировать. А вот именно столица, она и должна отсиживаться и, что называется, высиживать это самое заболевание. То есть, мы на глазах видим совершенно такой разный подход. То есть, появляются попытки как-то перенастроить общественно-государственную жизнь. Причем в разных странах с разными схемами, но в конечном счете приходят определенные вот идеи разноскоростных государств. И мне кажется, что это может оказаться нашим общим будущим. Помните, говорили, Олег, что возможно, так скажем, Европа двух скоростей. Я вот думаю, что может сложиться такая вещь, что это не просто Европа двух скоростей, что может сложиться система разных скоростей уже даже в пределах одного государства. и надо будет очень внимательно следить за тем, что будет, как будет это развиваться, потому что я абсолютно уверен, что очень многие люди сейчас предпочли находиться не в, так скажем, в столице, как вот мне рассказывали еще три месяца назад, о том, что зачем я буду жить в Латгалии, там, там, разговор шел насчет недвижимости. Человек говорил, зачем я буду жить где-то там в Латгалии, в глуши, когда в Риге я вихожу в центре на Тербатас, и рядом у меня и театр, и кино, и 50-й, сейчас вот этот человек очень радостно уехал к родственникам, и, как я понимаю, и совершенно он доволен, потому что он не сидит рядом с этой оперой, театром и прочим, потому что они закрыты, их как бы все равно нет. Как это будет развиваться? Сейчас вот уже абсолютно понятно, что полетит в Тартарары, значительно имея классическое туристическое отрасль, ну, ближайшее время, но нету никаких каких-то взглядов. Я, например, не верю, что летом что-то все успокоится. Более того, обещают ведь и осенью, по-моему, вторую волну, ну, то есть с пессимисты вируса, и к ней тоже нужно, ну, как бы теоретически быть готовыми, поэтому я понимаю, что продажи, которые пытаются сейчас, вот, по-моему, в России писали, что пытаются продажи ближе к зиме, осень-зиму, но тоже идут они очень в шатковалка, поскольку, ну, люди боятся, действительно покупать эти туры, потому что никто не знает, что будет дальше и чем все завершится. Вот, опять же, тут же, на что можно обратить внимание. Конечно, люди будут уделять больше внимания своему здоровью, поскольку уже сейчас стало ясно, что если вы человек более, у вас более крепкий, более здоровый, у вас нету хронических заболеваний, то у вас больше шансов, скажем, дожить до глубокой старости, в том числе и по причине воздействия этого самого ковида. Так вот, сразу появляется, я вот общался с людьми из Финляндии, медиками, они очень активно там продвигают идею дистанционной медицины. То есть, как мы сейчас с вами общаемся через посредством интернета, через интернет, то хорошо бы так же общаться и с доктором. Но доктор не может просто полагаться только на ваши слова. Поэтому, если бы у меня был бы, так скажем, домашний набор лаборатория для анализа крови, или там для анализа крови, мочи, слюны, или, например, типа как кардиограф какой-то, эти данные можно было бы скачать доктору, и степень квалифицированного совета была бы выше. То есть, я так думаю, что поставщики дистанционного оборудования для анализов, они, конечно, будут на коне и в самое ближайшее время. И тут, в принципе, я так думаю, что и наши латвийские разработчики и инженеры, они могли бы, конечно, приложить свои знания к этому вопросу. Несомненно, что фармацевтическая промышленность сейчас должна быть на коне, это не только те, кто будут делать конкретную таблетку от вируса, но и те, кто будут делать, допустим, витамины какие-то и прочие вещества, которые будут в принципе укреплять. Например, для того, чтобы диабетики, которых великое множество, они были более устойчивы к вирусу, нужно помогать им снижать сахар. Для этого есть препараты совершенно не секретные никакие, уже разработаны, их можно производить, это может быть на наших сидях, которые у нас есть здесь в Латвии. И это тоже будет облегчать нагрузку на общественное здравоохранение. То есть мне кажется, что сейчас многое что меняется. Гостиницы или, допустим, дома отдыха, тем более санатории, они, очевидно, будут выигрывать те, которые могут предложить людям, так скажем, изолированное проживание у себя. Раньше-то все стремились по кучу лет, а теперь у вас вполне возможно, что появится спрос, так скажем, на одиночки. Знаете, такая вот, когда ты сам отдельно кушаешь, у тебя это, если хочешь с кем-то встретиться, то только на берегу моря, при хорошем ветре, и, как подозревают, что могут войти в моду всевозможные средства вот этого отгораживающие, типа щитки. Или вот как вот недавно мне пришла реклама дамские шляпки с пластиковым таким забралом. Не, шутки шутками, ведь уже так понятно, что если на тебя не начихали, то твои шансы заболеть гораздо меньше. Маска же, чем она неприятна? Она закрывает лицо. Ты общаешься с человеком, и как бы перед тобой только его глаза в лучшем случае. Ну и щеки иногда видны или уши. А такая маска, то есть можно, собственно говоря, только ты вот собрала, можно как бы и может быть маской обойтись на определенном расстоянии. То есть люди сейчас будут что-то придумывать. Я даже боюсь что-то фантазировать, потому что фантазия масса, она... Но то, что мы поменяемся, это... Но вот с другой стороны, вот возвращаясь к проблеме действительно того, что права и свободы граждан ограничены, и многие действительно воспринимают это сейчас абсолютно нормально, потому что для меня вот мы беседовали с представителем финансового сектора, и я так понял из разговора, хотя он все-таки не подтвердил это, ну вот как бы прямо, но по его косвенным данным, я понял, что если вот человек снимал деньги за границей, но вот есть информация, что в течение двух недель вот последних у него был съем денег из-за границы, это означает, что он куда-то выезжал, то эта информация все-таки берется на заметку, учитывается, и с этим человеком уже гораздо более, ну то есть другие отношения, то есть понятно, что он где-то нарушил карантинный режим, или он вернувшись, поставил или не поставил в известность о том, что он где-то побывал за границей. Другие моменты, что, по-моему, сейчас в Нью-Йорке полиция обратилась к мобильным операторам, и они через мобильные телефоны отслеживают, передают данные о людях, вот которые выходили на улицу, передвигались, и эта информация тоже ведется, вот контролируется полицией, и я понимаю, что в Италии же, по-моему, и в ряде других европейских стран введены специальные разрешения на выход из дома, то есть выйти из дома можно по специальному пропуску, который единовременный, то есть, опять-таки, это все такие, ну, какие-то вот приметы, как будто бы полицейского государства, и тем не менее, ну, вот люди с готовностью и с пониманием к этому относятся. Я так думаю, что ведь каждый начинает примерять на себя угрозы, и чем больше людей, мы столько времени, кстати, говорили о том, что, допустим, современное общество стареет, следовательно, ну, все больше и больше людей попадают вот в эти зоны рисков, мало того, что люди старые, сейчас полно молодых людей, которым 30 лет, и у них куча заболеваний, такой, ну, букет. И когда начинаешь на этот букет смотреть, 35-летние гипертоники есть, диабетики есть, проблемы с щитовидной железой, то, все, пятое-десятое, бронхи, вот, да печень, желудок, все, что угодно. И все это, это все, как говорится, когда человек начинает на себя примерять, а тем более, в интернете сейчас полным-полно обращений людей, которые болеют, и надо сказать, что это же, с точки зрения психологии, это совершенно понятно. Люди в ужасе, они как раз для них, вот эта возможность обратиться урби-эдорби к городу и миру, да, эта возможность хоть как-то, ну, остаться, что называется, в памяти людей, вот, это очень сильный момент, вот, та же самая знаменитая русская поговорка «На миру и смерть красна», она же имеет, так скажем, варианты практически во всех мыслях, это очень важный момент, и когда вы видите, как мучаются люди, которые заболели, вы начинаете это переносить на себя, и в этот момент включается вот этот самый главный инстинкт человека, выживание здесь и сейчас, и все эти размышления о том, что может произойти, «А что будут мои свободы?» Тем более, ведь люди же как думают о том, что я не ездил за границу, у меня средств, что называется, немного, это пусть думают и переживают те, у кого есть средства, кто мотается туда-сюда по Кавелям, да, вот пусть они и переживают, а мне, что называется, от зарплаты до зарплаты. Скрывать нечего, Скрывать нечего, как бы, да, то есть следить. Скрывать нечего, вот и все, следить. Пусть смотрят. У нас есть звонок, просто я забыл объявить номера телефонов, 67212-93-9, 67213-93-9, вы в эфире, пожалуйста, добрый день. Константин, добрый день. Вот немножко одна реплика и задам вопрос. Смотрите, ну, вы сказали про цифры, там, про сколько на квадратный метр народу, это тоже можно оперировать цифрами так. С одной стороны, я округлю очень-очень грубо, да, на данный момент на весь мир миллион заболевших. И выздоровевших у нас получается где-то 200 тысяч. Смертность 50 тысяч. Если мы пойдем таким путем, что у нас миллион заболевших, смертность это примерно 5%. Но если мы пойдем путем другим, что выздоровевших у нас 200 тысяч, на процент выздоровевших у нас заболевших, умерших, будет 20% умерших от заболевших. Правда? То мы, ну, как бы, цифрами можно и так, и так сыграть. Вот и 5% это не страшно, а если посмотреть с этой стороны 20% умерших, то уже, как бы, вроде и страшно. Но вопрос будет у меня другой. Вот наши мировые лидеры сейчас явно общаются с инфектологами, с врачами, с очень такими умными людьми. Смотрите, Россия пошла со своей, со своим здравоохранением таким путем, что изолировала, да, вроде, как бы, как и Европа, города. А чем, на ваш взгляд, вот мотивирован Трамп? Почему он именно пошел так и его вот эти реплики, на что он сказал смертность людей, да, когда вы в прошлую передачу говорили, что я задал вопрос, почему депутаты не слушают врачей, вы ответили, что они не могут так говорить, ну, что не могут сказать, что будут какие-то смерти, это их избиратели. Но вот чем мотивирован Трамп? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. А если можно, я все-таки отвечу на первую часть, это не вопрос, а реплики. Все-таки, если мы говорим про то, что 200 тысяч выздоровевших из миллиона и 750 тысяч сейчас еще в процессе выздоровления, то есть вы как бы их почему-то не учитываете и пытаетесь оперировать только выздоровевших, ну, пытаетесь поделить выздоровевших на скончавшихся. Поэтому получается такая высокая у вас цифра смертности. 750 тысяч, они выздоровеют скоро, то есть, ну, все-таки давайте быть оптимистами. Вот это еще момент такой, что, и что касается Трампа, трудно сказать, какая-то попасть в голову Трампу, да, так сказать, в область его, в образ, в мир его мыслей, точнее. Но вот что и любопытно, ведь нужно учитывать, что господин Трамп, он же президент Соединенных Штатов Америки, которых каждый штат имеет очень широкие полномочия. И надо думать, что у господина Трампа есть определенные свои, так скажем, ограничения, которыми он тоже должен руководствоваться. Мало того, он не может забывать, что осенью, этой осенью, будут национальные выборы. И, очевидно, и он, и его штаб тоже над этим задумывается, и поэтому его, так скажем, речи, его выступления в значительной мере это не только вот стоиминутные какие-то эмоциональные рывки, но, очевидно, и какие-то действия, связанные с серьезной проработкой вопроса, что можно сказать, как можно действовать. Ну и к тому же ситуация же тоже достаточно быстро меняется. Одно дело, когда у вас там это несколько тысяч заболевших на 300-миллионной Америке. Хотелось бы обратить внимание, Америка по населению в два с лишним раза больше России, США, я имею в виду. то есть, вот, понимаете, 300-миллионная страна, вот, и посчитать можно найти в интернете, сколько там людей просто так как бы в норме умирает каждый день. Но когда появляется вот эта дополнительная нагрузка, то, естественно, люди реагируют, а эти люди, это же не просто люди, это же избиратели в том числе. Не нужно это тоже забывать. Поэтому я так думаю, что реакция господина Трампа, она меняется и будет меняться. Ему сейчас как раз выгоднее сказать худший вариант, потому что в любой вариант, который будет лучше худшего, это будет вариант в его пользу. То есть, вот, предполагали 200 тысяч конечностей смертей, а их будет 100 тысяч. Жуткая цифра. Но все равно это же в два раза меньше, чем предполагалось. Значит, он-то работает хорошо, и поэтому есть прямой вариант, эти коней на переправе не меняют. И в осенью проголосовать снова за господина Трампа. У нас еще один звонок. Здравствуйте. К вашему гостю будет два вопроса. Первый вопрос такой касается на радиоболтком, да, была передача, было, приглашали министра здравоохранения, задавали вопрос насчет аппаратов вентиляции легких. Насколько я понял с разговора, что она уклонилась от такого ответа. И в следующей передаче был у вас ведущий Вадим и Ольга и Анна Смирнова, им было, тоже задавали такой вопрос. И ответ, Вадим ответил такой вопрос, что типа у нас это секретное, под грифом секретного, или частично секретного, будьте добрее, знаете вы, сколько у нас таких государств в министерстве без вооруженных сил, да, сколько есть таких аппаратов для вентиляции легких, так как Вадим сказал, что запросит в министерстве, но вчера я два или сколько дня уже прошло, но ответа нету. И второй вопрос, скажите пожалуйста, у нас такая ситуация, у нас выделяются сейчас деньги, пособия, пособия лиц, которые оказались без работы, то есть простой такого, запростой. И эти деньги будут выделены, эти деньги будут естественно растрачены, и впоследствии эти же люди будут, уйдут на биржу труда, и опять социальная нагрузка увеличится. Не лучше ли было государству выделить деньги на поддержание бизнеса в виде кредитов, в виде замораживания долгов, и так далее. А деньги, которые от государства сейчас получают, берут 2 миллиарда займа, второе 780 миллионов, то есть даются пособия государства, которых не нужно возвращать. Не лучше ли было на сегодняшний день в тяжелую ситуацию, когда многие мелкий бизнес не работает, закрывается, дать на каждого жителя нашей страны 1000 евро, а на самих детей до 18-летия 500 евро, чтобы люди могли как-то пережить это тяжелое время, не бегать, не волноваться, потому что людей не столько беспокоит, я вот общаюсь с людьми многими, их не столько беспокоит этот коронавирус, насколько их беспокоит, как им выжить. Спасибо, да. Ну, два вопроса, первый про аппараты искусственной вентиляции легких, у нас просто в Латвии эта информация засекречена, и поэтому я думаю, что ответить на этот вопрос мы в любом случае не можем, даже если бы мы знали, мы бы разгласили государственную тайну. Ну, да. А второе, это насчет того, как лучше поступить, вы понимаете, получается следующая вещь, что вот когда я однажды такой вопрос задал товарищу в Финляндии, он сказал, что очень хороший вопрос, не по ковиду это было, а по другому вопросу, по вопросу развития энергетики, он сказал, что очень хороший вопрос, что вот это вот ему бы стоило бы написать своему депутату. То есть, по идее, вот, кстати, у нас показывают этих господ депутатов, мы же их выбирали, они за какие-то партии голосовали, вот эти как раз депутаты, это должны быть наши представители, наши ходатай, то есть, надо этого депутата, за которого вы голосовали, так скажем, поймать, вот, и задать ему вопросы, потому что именно он выйдет в Сейме и может поднять этот вопрос, условно говоря, с его трибуны, потому что пока вот мы здесь говорим, это все замечательно, вы очень хорошо озвучили свою точку зрения, можно озвучить ее в социальных сетях, но самый прямой бы случай было бы воздействовать на депутата и посоветовать ему поднять этот вопрос. Вот, кстати, это было бы прямым действием вот этой представительской демократии, которая, как говорится, считается таким прогрессивным способом управления государством. Хотя сейчас вот все депутаты работают удаленно и даже английский парламент впервые в истории заседал виртуально и говорят, что это какая-то новая страница вот в консервативной английской истории, потому что принимать и обсуждать законы, не собираясь вот в Вестминстере до сих пор такого даже предположить никто не мог и это все случилось. Ну вот, как говорится, не было никогда и вот опять. Еще один вопрос, наверное, уже последний. Еще раз добрый день. Я приношу извинения, это будет к предыдущему вопросу, первому вопросу. Олег, вы откровенно заявили, что это относится к разряду государственной тайны. Во-первых, вы не можете согласно уголовного закона отвечать за государственные действия. Вы не имеете такого доступа. Я не имею доступа. Я, к сожалению, даже не знаю, серьезно, ну просто у нас времени уже, к сожалению, нету. Это информация, то, что она является государственной тайной, это сказала министр здравоохранения Илзе Винкеле, и вот мы только оперируем этой информацией. Я думаю, что это сделано, ну может быть, для того, чтобы не повергать население в состояние паники, потому что если там объявят, что их там, не знаю, 10 аппаратов, и начнется паника, что их мало, если их слишком много, то, ну в общем, просто сделать это для того, чтобы как-то этот вопрос не волновал слишком население. Ну вот это, как бы, логика в этом, конечно, определенная есть, но дело все в том, что сейчас население будет думать именно, не то, что их слишком много или их там достаточно, а то, что их как раз не хватает. Ну да, но, к сожалению, вот, может быть, эти точные цифры, действительно, они, но для того, чтобы и не создавать паники, не озвучиваются. Да, на самом деле, вот у нас время уже практически завершилось. Я напомню, что это была программа «Климат-контроль», и Константин Ранг сегодня был с нами на прямой связи. Спасибо большое, Константин, и до следующей встречи в пятницу. Будьте здоровы! Продолжение следует...